С вертолёта территорию осматривает губернатор. Уникальные уголки природы, как на ладони. А после уже каждый сантиметр осматривает на ногах. 9 гектаров реликтового леса. Дубы и сосны веками украшают сочинское побережье. Этот уникальный уголок природы расположился на улице Ландышевой. Здесь всегда была зелёная зона. На каждый квадратный метр приходится по четыре вида краснокнижных растений. Однако в прошлом году участок перевели в зону отдыха для реализации инвестпроекта и строительства гостиниц. Каждый квадратный метр вот как минимум один вот такой кустарник. Получается, их вообще нельзя вырубать. Ни под каким разрешением, ни под чьим разрешением нельзя вырубать. Коллеги, если туда идти, мы идём прям в лес. Это настоящий лес. И когда мне говорили о том, что да нет, нет, это какая-то заброшенная площадка, но она уже лесом поросла. Но обманывали. И обманывали коллеги. Это первозданный лес. Краснокнижный лес. Знаете, вот этот ресурс нашего курортного края – это природа. Если мы уничтожим лес, это невосполнимый ресурс. Невосполнимый. И никогда мы уже его не вернём, если уничтожим. Губернаторы и общественники спускаются вглубь леса. Сомнений нет. Это ценный участок природы, который ни в коем случае нельзя застраивать. Он должен остаться в таком же первозданном виде. Когда-то всё Сочи было вот таким лесом. Ну, где-то мы уже потеряли этот лес. Вот такой первозданный лес. Осталось совсем чуть-чуть. Его просто наши потомки никогда не увидят. Никогда не увидят, если мы это всё уничтожим. А что они тогда увидят? Красивые отели из бетонного стекла, просто так, соединяющиеся друг с другом. Ну, это же курорт. А природа – вот эта природа. Ну, это неотъемливая его часть. Поэтому всё, что осталось, давайте сохраним. Ведь чтобы море было видно. Вот оно море. Этот склон – красивейший склон, поросший вековыми дубами, этими растениями. Да больше уже, наверное, и вряд ли мы найдём. В этом вопросе должна быть твёрдая и последовательная позиция. Развитие курортного города не может идти в ущерб природе. Здесь глава региона полностью на стороне жителей. Вот этот лес. И вот сейчас, получается, начинаются коттеджи. Но эти коттеджи, они прям врезались уже в этот лес. Ну, изначально же это законное строение, либо незаконное. А если у нас этот вот реликтовый лес, вот эти красивые-красивые дубы, каким образом они оказались под угрозой только потому, что кто-то дал разрешение, если оно дано на стыдство этих коттеджей. Почему? Андрей Григорьевич, я просто прошу вас разобраться принципиально. Зачем начали её застраивать? Почему не сделать её парком, городским лесом, особо охраняемой территорией природной? Как угодно. Защитить. Любым способом. Нужно было защитить. Общественники показывают ещё одно место. Там уже начали появляться коттеджи. Вениамин Кондратьев поручает главе города разобраться в ситуации. Я бы хотел, чтобы даже была правовая оценка, как можно было здесь строить вот на таком оползневом склоне. Если, не дай бог, что-то серьёзное, с точки зрения непогоды, либо сейсмики, это всё сползёт вниз. Вы же видите, какой крутой склон и какие тоненькие подпорные стенки. Я прошу правоохранительные органы, чтобы они дали оценку, в том числе, законности и самого строительства, и насколько это качественно построено. Потому что ещё раз подчеркиваю, здесь уже речь идёт об угрозе жизни тех, кто будет здесь жить. Андрей Ильич, я ещё раз на само уже строительство вот этих коттеджей прошу обратить внимание. И очень качественно разобраться и пристально, насколько качественно они построены. Вот ещё раз подчеркиваю, на этом оползневом участке с таким крутым склоном. Предметность ситуации обсуждают на совещании. Глава города докладывает, какие меры уже предприняли. Мы приняли решение. Сейчас мы меняем вид разрешённого использования. Вчера мы подали заявление в Росреестр на изменения. Я думаю, что в течение недели мы его получим. Дальше мы составляем план наших мероприятий по включению данной зелёной территории в ОПТ местного значения. Я предполагаю, что по процедурным моментам мы где-то январь, но край февраль 25-го года получим ОПТ местного значения по данному земельному участку. Губернатор ещё раз напомнил – надо защитить зелёную зону от застройки. Нужно действовать в интересах жителей, а это значит оставить зелёный уголок в первозданном виде. Когда проект был, это был зелёный массив. И здесь, Андрей Георгиевич, я вас просто попрошу всех, кто к этому причастен. Они не должны просто быть к этому причастны. Потому что очень быстро изменили вид разрешённого использования. А очень быстро, вы сами понимаете, не просто так всё делается. Совсем не просто так. Но я бы хотел, Илья Владимирович, чтобы подобных ситуаций больше не было. Поэтому вернитесь к изначальному проекту генплана, который был предложен Петербургским институтом. Посмотрите ещё раз на его изначально первичное состояние и сделайте так, чтобы он был принят, исходя из того, каким его и обсуждали жителей Сочи. Тот проект генплана, который в интересах жителей Сочи и отдыхающих, именно в интересах. И это касается каждой зелёной зоны. Губернатор подчеркнул, необходимо сохранить лес для следующих поколений. Продолжение следует... Продолжение следует...